Всем привет, друзья! Меня зовут Джон Кормилицын, и знаете, что я подумал? Это последний новостной CG-выпуск с новыми… Да хрен там плавал! Это 21-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Все ждали, и вот он! Houdini 18.5. В недавно прошедшем стриме рассказали о нововведениях. Коротко расскажем о некоторых из них. Версия 18.5 вносит огромные инструментарии для работы с ригом и анимацией. Обновили основу для процедурной оснастки SOP. Добавили множество улучшений в Solaris. Теперь Houdini осуществляет полную поддержку USD-файлов. Улучшили производительность Karma Render. Рендеринг стал намного качественнее и быстрее. Предоставили новый набор инструментов SOP для создания и формирования сложных взрывов. Переработали шейдер Pyro, и он стал проще в использовании. Обновили Vellum. Добавили библиотеку различных тканей с готовыми шейдерами. В обновлении поместили специальные физические кисти для кривых, сеток и мягких тел. Теперь можно с легкостью редактировать ткань, передвигая и деформируя ее так, как это происходило бы в реальности. А также улучшили отображение во Viewports. Ну и конечно еще охренеть, как много новых фишек найдешь по ссылочке. в описании. Houdini 18.5 выйдет 20 октября, так что осталось совсем немножко. Вышло обновление F-Storm Render для 3ds Max версии 1.4.1. Последнее обновление включает исправление ошибок и изменения в оптимизации сжатия растровых изображений. F-Storm Render является популярным GPU-рендером для Max. Плагин глубоко интегрирован в среду 3ds Max и поддерживает все необходимые функции. F-Storm Render использует только собственные технологии, дающие уникальный и фотореалистичный результат. Рендер имеет встроенный конвертер сцен, который легко конвертирует любую сцену из рендеров Corona, V-Ray и Octane. F-Storm стоит 20 евро в месяц. Adobe выпустил Substance Designer 2020.2. Релиз содержит новое обновление Substance Engine 8, привнося с собой ряд новых нод, среди которых появилось два режима отображения расстояния Manhattan и Chebush. А также в градиент нод добавили новый режим Smooth для интерполяции. То есть теперь переходы между цветами будут более естественными, чем при использовании существующих режимов Liner и Flat Tangent. Нода Curve теперь может напрямую выводить изображение в градиентах серого без необходимости подключения текстуры градиента. Помимо нодовой системы, изменили отображение некоторых настроек. Например, для более простого и быстрого редактирования параметров добавили отдельный новый ярлык. Благодаря улучшенному интерфейсу, настройка эскизов на Substance Graph стала намного проще в использовании. Кроме того, повысили производительность запекания и рендеринга, а также интегрированная версия рендера E-Ray была обновлена для поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей на новых графических процессорах Ampere от Nvidia. Ну то есть RTX 3080 и RTX 3090. Полную информацию найдешь в описании. Все как всегда. Далее, друзья, хорошая новость. GIMP обновился. Теперь жизнь будет проще, а работы станут лучше. Quixel выпустил обновление для своего бесплатного плагина Megascan Unreal Engine. Представили новый материал Vertex Blend, который значительно улучшает качество наложения Height Map. Vertex Blend может использоваться для добавления огромного количества деталей к статическим объектам всего за несколько кликов. Также добавили слой Wet Paddle, который накладывается поверх, например, для имитации мокрой грязевой поверхности. Включили новый материал Fuse, предназначенный для затенения мха на стенах и каменной кладки. А еще обновили шейдер листвы, ну и автоматическое вычисление расстояния LOD для растительности. Все это обеспечит гораздо более реалистичные результаты. 13 числа выпущен софт для рисования Krita, а точнее обновился до версии 4.4.0. Krita — это бесплатное кроссплатформенное приложение с открытым исходным кодом. Его предполагаемая цель — предоставить надежный инструмент для цифровой живописи и создания произведений искусства с нуля. Инструменты Krita подходят для цифровой живописи, концепт арта, иллюстраций и текстурирования. Из нововведения Fillwares также внесено множество обновлений и изменений в слои заливки. Слои заливки теперь могут использовать многопоточность. Это означает, что если ваш компьютер имеет несколько ядер, Krita может разделить вычисления для создания слоев заливки между ними. Затем новый параметр той же заливки, предназначенный для заполнения всего экрана точками, также квадратами, линиями, волнами и т.д. Этот слой позволяет вам быстро создавать простой узор на лету, что очень полезно для тех, кто занимается иллюстрацией комиксов или аналогичными стилями с высокой графикой. Обновили кисти, добавили поддержку динамического использования текущих выбранных цветов в градиентах. Обновление небольшое, но для внимания к программе подходит в самый раз, поэтому к ознакомлению по ссылочке в описании. Также представляю к вашему вниманию XR.io и обновление 2.04. Это бесплатный плагин для всех цифровых художников, работающих с форматами XR, но на виду с экстрактором в After Effects. XR.io позволяет импортировать все каналы изображений из файла OpenXR в отдельные слои Photoshop. Присутствует точная поддержка цветностей и цветовых форматов, широкие возможности загрузки и сохранения, да и что тут еще скажешь. Работа с пасами и в Африке работа с пасами. Обновления очень минимальные. Студия анимации Snipers опубликовала тизер для Snipers Reignos Designer, а то есть набора инструментов Maya, который позволяет пользователям создавать морщины на лице персонажа в реальном времени. По словам Snipers, он работает с любым 3D-персонажем, независимо от топологии или UV-схемы и может экспортировать карты морщин, кровотока и смещения для использования в игровых движках, таких как Unreal Engine. Процесс создания происходит с помощью сплайнов, ну и дополнительных настроек для выдавливания, затенения, микропор и многое другое. Плагин скоро выйдет и компания не объявила о ценах или системных требованиях. Все нововведения показаны в видео на YouTube-канале снайперов. Unity запустила Game Grow Program, целью которого является поддержка бесплатных инди-игр для мобильных устройств. Если коротко, то став партнером программы, инди-разработчики получают доступ к инструментам, а также к специальной команде экспертов по игровым операциям, таких как привлечение игроков, монетизация и многое другое. Unity в свою очередь покрывает расходы на привлечение новых игроков и оптимизацию игр. Выручка идет 50 на 50. Условия партнерства ищи по ссылочке в описании. Многие пользователи уже высказали свое мнение о том, что идея провальна и не продержится и года. Посмотрим, что из этого выйдет. В то же время Unity поспособствовали созданию бесплатной библиотеки Nvidia V-Materials. Всего в коллекции более 2000 реалистичных материалов и источников света, созданных в Unity Art Engine с помощью искусственного интеллекта. Art Engine используют для автоматического и ускоренного создания физически корректных материалов, то есть PBR. При создании Nvidia V-Materials использовали как фотограмметрию, так и фотометрические методы. Библиотека включает в себя необходимые текстуры для визуализации и является кросс-платформенной. Поддерживает Adobe Substance Designer, V-Ray для 3ds Max Maya, Unreal от Epic и, конечно же, Nvidia E-Ray для 3ds Max Rina и Maya. Скачать сможешь по ссылочке в описании. Microsoft выпустила MRTK для Unity версии 2.5.0, который предоставляет набор компонентов и функций для ускоренной разработки приложений в дополненной реальности. Поддерживает большой спектр платформ, таких как Microsoft HoloLens 1 и 2, гарнитуры Windows Mixed Reality, гарнитуры HTC Vive и Oculus Rift, отслеживание рук UltraLib и мобильные устройства, такие как iOS и Android. Обновление получилось очень большим. Добавили кнопочный элемент управления, скрипт для управления объектами одной или двумя руками, системную клавиатуру, слайдер, ну то есть ползунок пользовательского интерфейса для настройки значений, поддерживающих прямое отслеживание рук. Также ручное меню, в прямом смысле этого слова, взаимодействие ваших объектов со сканированной комнатой, ну и многое другое. Ссылочку оставили на GitHub, когда зайдешь, пролистни вниз, там все очень хорошо описано. Ну и напоследок немного новой халявы. На Pixel Lab появился бесплатный рик мультяшной руки в Cinema 4D. В проекте есть установка экспресса, ну поэтому все готово для анимации. Идеально подходит для инфографики, ну или моушн-дизайна. Спасибо, друзья, за просмотр, поддержите нас лайком, ну лучше, конечно, репостом. Мы очень вас любим и до новых встреч!